Я всех приветствую! Мы продолжаем рассматривать вторую главу второго послания к Коринфянам. Сегодня у нас с 12 стиха и до конца главы, то есть с 12 по 17 стихи. Придя в Троаду для благовествования Христе, хотя мне и отверстия была дверь Господа, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу, спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. И, наверное, мы помним, что в прошлый раз мы закончили темой прощения. И если позволить сатане реализовать его умыслы, то он не последнюю очередь будет пользоваться таким инструментом, как непрощение. То есть важно прощать, важно быть снисходительным и не позволять сатане использовать непрощение в качестве одного из умыслов, одного из средств в его тактике, в его стратегии. И кажется странным, почему, говоря о прощении, Павел вдруг перескакивает на совершенно, казалось бы, чуждую и постороннюю мысль. Говорил, говорил о прощении, и тут же перескакивает на какую-то Троаду, на какую-то Македонию, начинает описывать какие-то географические места, куда он пошел, куда он не пошел и так далее. Кажется это неуместным и необъяснимо. Но на самом деле здесь все объяснимо и все уместно. Почему Павел вспомнил об этом факте, своем не очень удачной евангелизации в Троаде? Потому что когда он пришел в Троаду, он ожидал там увидеть одного из своих сотрудников, причем ключевого сотрудника. Тит являлся ключевым сотрудником в команде апостола Павла. Это очевидно из других посланий. Тит был человеком, который способен поставить пресвятеров, который способен наладить церковную жизнь, который способен обеспечить питание и первоначальный рост для не просто одной церкви, а для целой группы церквей, для целой местности. И поэтому, конечно, Павел его ожидал увидеть в Троаде. О чем это говорит? Это говорит о том, что был какой-то план, был какой-то график, было какое-то расписание, которое составлено апостольской командой, и на которое Павел рассчитывал. То есть Павел ожидал встретить Тита. Была договоренность, была согласованная какая-то общая резолюция, решение. Давай встретимся в Троаде, пока я здесь занимаюсь, ты там занимаешься, но давай, скажем, 18-го числа какого-то месяца мы с тобой встретимся в Троаде и проведем там евангелизацию, благовествование о Христе проведем. Но нет, план не сработал, и всегда, когда мы имеем какие-то намерения составить для себя какое-то расписание, у нас есть какой-то график, у нас есть какая-то разбивка по времени, мы что-то запланировали, и у нас это не получается, что это приносит в нашу жизнь? Правильно, удручение, огорчение, стресс, напряг. И здесь мы видим это, да? Павел говорит, я пришел в Троаду, я ожидал там встретить того, с кем я договорился. Я составил план, мы обо всем согласовали. А он куда-то исчез, наверное, в Троаду убежал, да? Или по каким-то каналам, по каким-то слухам, по каким-то, может быть, расспросам. Павел узнал, что Тит раньше времени ушел в Македонию, я сказал, в Троаду, да? В Македонию. И Павел погнался за ним в Македонию, понимаете? То есть приходилось бегать за своими сотрудниками, соработниками, за членами своей апостольской команды. Приходилось немножко бегать. Я так это понимаю. И поэтому тема прощения, она очень понятно перетекает вот в эту мысль, да? Вот в это воспоминание. Павел подает пример, да? Он говорит, что я мог бы тысячу раз уже разочароваться в своих соработниках, которые непунктуальны, непостоянны, которые нестабильны, которые не имеют той зрелости и ответственности, адекватности, да? Которые я от них ожидаю. Потому что это же апостольская команда. Это же высокий уровень служения. Там дары Святого Духа действуют. Ого-го, какие! Но дары дарами, а дисциплины дисциплины. Понимаете? Если мы, как люди, неупорядоченные, если у нас в голове нету такой последовательной мысли или последовательного стиля мышления, да, упорядоченного, то очень сложно. И Павел приводит пример того, как ему приходится снисходить, терпеть и прощать, да? То есть, если бы он занял в отношении Тита после этого случая, невыполненного там какого-то договора, договоренности и плана, занял бы Павел позицию строгости и отчитывания, то сатана мог бы принести ущерб, расколоть команду. Понимаете? У Павла уже было такое с Варнавой. Он уже был научен горьким опытом. Он знал, к чему приведет, если слишком сильно затягивать гаечки. Поэтому здесь нужен баланс. И Павел приводит пример того, как ему приходится прощать. А ему приходилось прощать намного больше, чем коринфянам. Потому что его обижали намного глубже, уязвляли намного болезненней, чем коринфянам. Они и представить себе не могли, какой стресс Павел испытывает порой. Здесь он говорит, что я не имел покоя духу моему. Но я думаю, что термин «дух» необходимо рассматривать не строго, не дотошно, не скрупулезно. Не докапываться до вот этих вот терминов. Потому что мы понимаем, что как люди мы состоим из трех частей. Это дух, душа и тело. И когда человек, верующий, не имеет покоя своему духу, это выглядит странным. Это выглядит неправильным. Что-то с тобой не в порядке, Павел. Да, душа может метаться, она может переживать что-то, охать, ахать. Но а дух-то в Духе Святом, он должен быть крепким. Имеется в виду, наш человеческий дух в Духе Святом, при помощи Святого Духа. Он должен покоиться в совершенном мире. Мы так себе представляем. Но здесь термин «дух» не нужно воспринимать строго. То есть, имеется в виду просто внутренность. Внутренний человек, нематериальный. Вот как нужно понимать. Не слишком щепетильно докапываться до этого термина. Тут не имеется в виду именно тот самый человеческий дух, который в Духе Святом должен быть идеальным. Нет. Здесь просто моя внутренность испытывала напряжение, стресс. Испытывала дискомфорт, разочарование и желание отшлепать этого тита как следует. Понимаете? Вот к чему Павел это упоминает здесь. Не потому, что он перескакивает и теряет мысль. Он просто приводит пример прощения. Что ему приходится прощать? С какими ему приходится сталкиваться разочарованиями и ситуациями, когда твои планы рушатся. Когда то, что ты включил в свое расписание, в свой график, вдруг не реализуется. Нам нужно быть к этому готовым. Я тоже частенько бывал, у меня такое, что я иду на служение, допустим, мне нужно проповедовать. Я уже знаю, как я буду проповедовать, что я буду говорить. Я уже примерно представляю и ожидаю, каким образом все это пройдет. А оно получается не так. Понимаете? То есть Бог не обязан реализовать все наши хотелки и задумки. Все может пойти не так, как мы себе думали. И нам нужно быть стрессоустойчивыми и снисходительными, уметь прощать, если вдруг что-то не так пошло, как мы того хотели. И пошло из-за каких-то людей. Но опять же, здесь во всем должны быть какие-то грани. То есть не должно быть крайности. Иногда и строгость нужно применять. Иногда и отчитывать нужно, и ругать нужно кого-то. Это все так. Но Павел просто приводит пример своих напрягов внутренних, которые он покрывает и к которым, к недостаткам людей имеется в виду, он снисходит. И вот в 14 стихе Павел приводит один такой очень весомый и солидный аргумент в пользу прощения и в пользу того, чтобы утешаться даже вот в таких ситуациях. Вот наши намерения не исполнились в должной мере. Что-то пошло не так. Чем нам утешаться? 14 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами, ключевое слово, нами во всяком месте. Утешением и мощным антистрессом в таких ситуациях служит осознание того, что тебя использует Бог. Тот факт, что Бог нас использует, Он должен нас утешать и давать нам огромную силу для того, чтобы преодолевать вот эти несбывшиеся планы, да, как мы их называем. Какие-то неудачи, какие-то подвохи, какие-то осечки. Понимаете? То есть осознание того, что Бог использует меня. Это мощный стимул. Это мощный такой антистресс. Это, наверное, самое великое, самое приятное, самое прекрасное чувство, которое человек верующий может испытывать на этой земле. Потому что после того, как он принял Иисуса Христа, принял водное крещение, духовное крещение, смысла оставаться ему на земле вроде бы как нет. Единственный смысл это в том, чтобы Бог еще употребил для своей славы, для своего служения, для каких-то своих реализации своих намерений в деле распространения Евангелия. Все. Других нет причин нам оставаться здесь на земле. И поэтому, когда мы проживаем, проходим свой земной путь вот в этой суете, рутине, и у нас нету какого-то удовлетворения, нет какой-то радости особой, да, ну, мелочи там, всякие покупки, приобретения, удачи, это не считается за ту радость, да, ради которой стоит жить. И вот когда мы проходим, и вдруг приходит осознание, что Бог меня использует, согласитесь, лучше этого для христианина, для рожденного свыше нормального христианина, лучше этого ничего нет. Приятней и возвышенней, величественней этого чувства ничего нет. И это служит таким, знаете, мощным противоядием, да, или противодействием для непрощения, для ворчливости, для неудовлетворенности. Это мощное противодействие. И Павел здесь приводит этот пример, говорит, благодарение Богу, что Бог дает нам торжествовать, понимаете, вот это описание этого чувства сродни, да, или сходно с торжеством, внутренним ликованием, понимаете. То есть, здесь все связано, Павел не перескакивает нигде с одной мысли на другую, идет плавный, непрерывный поток его мысли. Он говорит о прощении, о силе прощения, где ее черпать, да вот в этом чувстве Бог меня использует. Да, мне не дали проповедовать, может, за кафедру, меня пастор не пустил, я пойду и людям буду говорить на улице о Христе, и увидите, что вы будете чувствовать. Вы просто увидите, понимаете, вот о чем Павел здесь говорит. 15 стих. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Смотрите, какая здесь мысль. Когда Бог нас использует, то, естественно, мы начинаем источать Христово благоухание. Это понятно, я думаю, это не нуждается в пояснениях. Но это благоухание, оно производит двойную работу. Будет как положительный результат и отклик со стороны людей, которые нас слушают, так и отрицательный. Понимаете? И нам нужно воспринимать отрицательный результат тоже позитивно. Вот главная мысль. Смотрите, 16 стих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Понимаете? Для кого-то мы будем вонять. И это тоже результат. Это тоже свидетельство и факт того, что Бог нас использует. Когда мы воняем для кого-то. А вонять мы будем. Почему? Потому что если мы не повреждаем Божьего Слово, мы сейчас ниже чуть это разберем, то мы обязательно будем кому-то не нравиться. И источать для кого-то неприятный запах, который пугает, который свидетельствует о приближающейся смерти и о приближающемся Божьем суде. Понимаете? Здесь все взаимосвязано. Здесь плавное такое течение мысли Павловой в Духе Святом. Поэтому будем утешаться тем, что Бог нас использует, даже если результат негативный. Даже если отклик не очень-то положительный. Потому что очень легко быть используемым Богом, когда все вокруг тебя воспринимают, когда все вокруг тебе рукоплещут, когда ты всем нравишься. И совсем другое дело, когда Бог использует тебя как проводника своего суда. Ты пришел, засвидетельствовал, возвестил, никто не принял. Ты свидетель, да, или, скажем так, проводник, катализатор, канал для Божьего суда. Потом на суде Бог им скажет, я посылал к вам человека вот этого. А вы его не послушали. Понимаете, как будет? И гораздо сложнее быть служителем вот в таком ракурсе и в таком качестве. Но тем не менее, пусть нас утешает мысль, что Бог нас использует. Итак, для одних запах смертоносный на смерть, мы сказали, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Вот вопрос. Кто способен к сему? Такой риторический вопрос, который говорит о том, что сами по себе мы на это не способны. Но если мы правильно проповедуем Евангелие, если мы не повреждаем Божьего Слова, вот давайте 17 стих еще прочитаем, ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Если мы с вами стараемся верно преподавать Слово истины, если мы с вами стараемся не угождать людям, но возвещать правду такой, какая она есть, то неизменно будет двойной результат, как мы сказали, да, позитивный и негативный. И к этому мы сами по себе не способны. К этому способны Божье Слово. Оно само по себе имеет вот этот, ну, скажем, эффект или вот эту способность, вот это свойство производить такую Божью работу. И поэтому наша задача – это не повреждать Божье Слово, это стараться проповедовать его искренне, как перед Богом, как в Божьем присутствии. В английском переводе здесь написано, мы проповедуем Слово, как будто находимся, не как будто, а на самом деле, мы проповедуем его, находясь в Божьем присутствии. Понимаете? То есть, как будто вот Бог рядом стоит и на нас смотрит. Вот как Павел имеет в виду. Если мы так поступаем, то Бог нас использует, нам нужно этим утешаться, даже если результат порой негативный. Ну, на наш взгляд негативный. Со стороны Бога там нет негативного результата, но на наш взгляд. Вот какая мысль здесь вкладывается Духом Святым в сознание апостола Павла, которое он нам транслирует. Давайте утешаться Господом, торжествовать в том, что Он нас использует, даже если нас не видно и не слышно. Мы какие-то малые слуги, молитвенники, какие-то технические работники. Бог нас использует и дает мощную силу, мощный стимул для того, чтобы не обращать внимания на то, когда наши планы не совсем реализуются так, как мы того ожидали. Это очень важная мысль, которую здесь Дух Святой продолжает развивать после того, как Павел говорил Коринфянам о прощении. Да благословит нас Бог соответствовать этой мысли и этим принципам здесь изложенным и поможет нам иметь этот мощный контраргумент против непрощения и мощный стимул для нашего утешения и безопасности нашей. Даже если наш Дух не имеет покоя, чтобы мы находили в этом утешение и продолжали идти путем Господним. До новых встреч, до новых видео. С Господом.